Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего корабля. Просим посмотреть на кресла рядом с вами. Если все они заняты, значит все участники нашего межгалактического путешествия на местах. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция планета Марс. Уважаемые гости нашей галактики, чтобы вы успешно адаптировались к межпланетному перелету, наш корабль совершит посадку на Красной Земле. Красная Земля Это необычное явление как для природы России, так и для природы всей планеты Земля. В некоторых местах оно называется Марсианская Земля. Иногда Марсово поле. Иногда Красные Земли. Такие места редкие, но они встречаются в Людмурге, Соединенных Штатах Америки, Южной Америки, Австралии. Ученые определили, что Красная Земля это результат повышенного содержания оксида железа в почве. Эта Красная Земля немного напугала. Мы как будто вышли в открытое космическое пространство. Даже впервые управляя самолетом в воздухе и погружаясь на морское дно в батискафе, я не испытывал такое напряжение. Наши ноги оказались на незнакомом нам до сего дня грунте. Наш корабль Черри уверенно стоял на нем и это обнадеживало. Настроение у всех было радостным, но соблюдать осторожность в неизведанных местах правило для каждого без исключения. Первые шаги на Красной Земле мы сделали неуверенно. Поняв, что ходить нам придется без скафандров в обычной земной одежде, мы рассеялись на видимое расстояние друг от друга. И лишь наш капитан следил, чтобы мы не исчезли из поля его зрения. Для особо непослушных, не контролирующих свое местоположение был запущен дрон. Долго оставаться наедине в таком месте страшновато. Не знаешь, кто вылезет из красных нор, что принесет постоянно ураганный ветер и куда заманят миражи. Всем казались дома, трубы, колодцы, облики других гомо сапиенс. Но это только казалось. Здесь, кроме красного грунта, нет ничего. А пройдя сотню метров, мираж неожиданно исчезает. Смотришь в другую сторону, и снова что-то мерещится на горизонте. Нас предупредили, чтобы на красной земле мы не верили глазам. Мы пропустили это мимо ушей и увязли в этих иллюзиях. Здесь все обманывало человеческий глаз и его разум. И лишь через некоторое время мы раскусили этот обман и вернулись поближе к нашему кораблю, чтобы не случилось что-нибудь плохое. Нет, здесь безопасно. Но это я утверждаю, когда пишу отчет, сидя за столом в домашних условиях. Там же, на красной земле, расслабиться полностью не получалось. И тем более вести бортовой журнал. Если вы были в Гранд Каньоне в США, то эти марсианские зарисовки вам покажутся знакомыми. Только скал здесь нет. Именно эта открытая пустынная земля не пугала. Спрятаться было негде. Более того, в этом почти круглом по форме месте низина. В дождь она заполняется водой и образуется озеро. Которое во время дождя очень сильно заливает водой. И там, где я сейчас стою, вы бы не стояли. Вы бы, наверное, вот так вот были бы по пояс в воде. Не глубокая, но огромная. Нам погода улыбнулась. Здесь я впервые в жизни увидел зарождение настоящего смерча. Где мой телефон? Сделав несколько быстрых шагов к зачатку этого природного явления, меня остановил голос капитана. Духи! Есть поверье, что смерч зарождается демонами, сгруппированными воедино для свершения своих нечистых дел. Я послушно остановился и несколько секунд наблюдал это спонтанное демоническое движение потоков ветра. Оно молниеносно метнулось в мою сторону, будто пес, не пускающий непрошенных гостей в свои владения. Волосы у меня встали дыбом. Песчаный вихрь резко уходил то в одну, то в другую сторону на десятки метров, словно разгонялся перед коварным броском на свою жертву. Демоны неожиданно испарились, и мы дружно выдохнули. Адаптация на Красной Земле прошла у экипажа и пассажиров отлично, и на удивление легко. Полное осознание этого точного подобия поверхности планеты Марс придало тактильное восприятие грунта. Взяв в руки то ли песок, то ли землю, то ли кто знает, что это, чувствуешь вес, не свойственный обычному песку. Это больше похоже на красный песок, но тяжелее обычного. Даже, наверное, на мелкие пылинки железа, кем-то окрашенные в один цвет. Кто бы сомневался, ведь здесь много железа. Мы случаем не на одной из студий Голливуда. Нет, это настоящий ландшафт. Запаха присущего грунту особо не обнаружено. Но в руках грунт ощущался очень нежно. Не царапал, как обычный песок или чернозем. Время шло не по земным меркам, и нам дали сигнал для возвращения на корабль. Адаптация завершена, команда в сборе, все живы, настроение на подъеме. В этом месте я впервые ощутил себя на другой планете, и пережил полезную встряску своего сознания. Да, это был очередной природный шедевр планеты Земля. Охваченные неземным удовольствием, мы решили изменить маршрут, и на этот раз не лететь на Марс. Потому что здесь, на нашей родной планете, полно прекрасных мест, похожих на те межгалактические локации, которые ученые пристально наблюдают в глазок мощных телескопов. Вспоминается выражение «спуститься с небес на Землю». Его мы адресуем тем, кто думает, что на его родной Земле, в деревне, в городе, крае области, штате, округе, нет места, где человек может черпать вдохновение, познавать мир, творить и изменяться. Но они рядом, просто мы не видим. Суета, привычный взгляд на ежедневные вещи, похороненная в глубине души, жажда видеть новое, стали шорами на наших глазах. Но если снять их, то даже пчелы на цветах, деревья в своем огороде, оса на балконе, виды из окон в своем офисе, ландшафт ближайшей реки или озера, наблюдение за флорой и фауной, может преобразить ваш внутренний мир, вывести из депрессии и даже показать инструкцию для изобретения. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты этого. Встань. Возможно, твои картины ждут музеи, твои слова похвалы ждут дети, твою руку помощи ждут соседи, твои родители ждут слова благодарности, твои коллеги ждут улыбки на твоем лице, твой друг ждет звонка, чтобы услышать, «Друг, я не знаю, чем ты занят, приезжай ко мне на кофе». Ждут, значит верят в тебя, что ты способен на большее. Этот частичный сгусток мысли был пойман моим сознанием здесь на жаркой, красной, пустынной земле, необитаемой земле, где не верилось, что где-то в сотни километров уже есть электричество и многоэтажки, магазины и компьютеры. Хочется верить, что и вы обнаружили у себя новые мысли, посмотрев этот выпуск. Ах да, чем закончилось наше путешествие на Красной Земле? Мы удовлетворенно и увиденным погрузились на наш двигательный пилотный аппарат и отправились с этой орбитальной станции на уже известную базу Адык. Перекусив и распределившись на два летательных аппарата, мы продолжили бороздить космические просторы галактики. Галактики под названием Калмыкия. С вами был Давид Вартазарян, творческое объединение и источник орбитальная станция Красная Земля из самых безводных мест России.